Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник. Всеобщая история нового времени, 18 век, 8 класс, издательство Просвещение. Итоги первой главы. Во второй половине 18 века в Великобритании начался промышленный переворот. Благодаря изобретениям Харгривса, Уатта, Аркрайта и других промышленное производство внедрялись машины. В то же время в стране росла численность городского населения, развивался транспорт. Оформлялись и новые группы населения – буржуазия и пролетариат. Положение рабочих в 18 веке было крайне тяжелым, что толкало их на борьбу за улучшение условий жизни. Вопросы и задания к главе, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрации в начале главы. Особенности общества какого типа они отражают? На этих иллюстрациях, а их две иллюстрации, отражены традиционное сельскохозяйственное общество и новое индустриальное общество. Как эти иллюстрации связаны с главным вопросом главы? Они отражают переход от традиционного сельскохозяйственного к новому индустриальному. Второй вопрос. Составьте тесты на соотнесение изобретателей и их изобретений. Для того, чтобы быстро и легко сделать это задание, достаточно пройти на несколько страниц вперед и увидеть четвертый блок данных таблицы, которые даны буквально через несколько страниц. И здесь мы видим изобретателя и их изобретения. Пожалуйста, выписывайте в один из столбцов Джона Кея, Джеймса Харгривса, Ричарда Аркрайта, Сэмюэля Крэмптона. А далее просто путайте их изобретения. То есть выписываете тот самый механический челнок, предельную машину Джейни, предельный станок с водяным колесом, мюль-машину и так далее. Но при этом не проставляете их друг напротив друга. И далее, пожалуйста, задаете вопрос, кто что изобрел. Вот вам тот самый тест, элементарно и просто. Далее третий вопрос. Составьте тесты на группировку явлений, характерных для традиционного или индустриального общества. Причем в каждой группе должно быть не менее трех явлений. Здесь, конечно, задается лично у меня, возникает вопрос, про какие конкретные явления здесь вообще идет речь. О чем конкретно именно? Поскольку для традиционного общества там много чего характерно. Например, можно ли назвать большое количество землевладельцев-аристократов явлением? С одной стороны можно, с другой стороны нельзя. Можно ли назвать относительно высокую смертность с высоким приростом явлением? С одной стороны да, с другой стороны нет. У традиционного общества очень высокая рождаемость, но и очень высокая смертность. Все это присутствует. Можно ли назвать стабильность имеющихся сословий определенным, так сказать, явлением? Тоже большой вопрос. У индустриального общества ситуация другая. Появляются новые сословия, увеличивается городское население. То есть урбанизация, она является явлением? Ну, в данном случае да, является. То есть много вопросов, что именно они здесь имеют в виду, собственно говоря, под этими явлениями. Четвертое. Определите, о каких явлениях хозяйственной и общественной жизни идет речь в отрывках из документов 17-го и начала 19-й век. А. Министр всегда должен быть отменно умным человеком для сильного, ясного и скорого ответа на все возражения противников. Еще важнее то, что ему опасно возлоупотреблять власть свою. Англичане просвещены, знают наизусть свои истинные выгоды. И если бы какой-нибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лещился большинства голосов в парламенте, как волшебник своего талисмана. Здесь речь идет об усилении власти парламента и парламентаризма. Ну, можно сказать, что усиление демократии, что ли. Б. И вот эти углекопы и другие рабочие общим числом до 8 тысяч двинулись с барабанным боем и развернутыми знаменами на фабрику. Они нашли там сэра Ричарда Клейтона во главе стражи 50 инвалидов. И вот здесь вот я сразу даю пояснение. Под инвалидами в 18-19 веке подразумевали не коллег увечных, а людей, которые уволились из армии. Сейчас мы их называем скорее бывшие военнослужащие или ветераны. Тогда их называли инвалидами. То есть то, что сейчас назвали бы домом ветеранов, тогда называли домом инвалидов. Возможно, вы слышали про дом инвалидов в Париже. Так вот, это не дом, где коллеги находятся. Это дом, где находятся военные ветераны. Люди, награжденные различными орденами и медалями. Так вот, во главе стражи 50 инвалидов переводите как во главе стражи из 50 ветеранов вооруженных сил. Что могла поделать кучка людей против этих тысяч исступленных? Инвалидам пришлось отступить и играть роль зрителей. А толпа тем временем вдребезги разбивала оборудование, ценность которого исчислялась в 10 тысяч фунтов стерлингов. Чтобы вы понимали, 10 тысяч фунтов стерлингов можно сравнить со 100 миллионами долларов сейчас. То есть сумма астрономическая. И речь здесь идет о луддитах и луддизме, борьбе с машинами. В. Я уже исходил Лондон вдоль и поперек. Он ужасно длинен, но в иных местах очень узок. В окружности же составляет верст 50. Распространяясь беспрестранно, он скоро поглотит все окрестные деревни, которые исчезнут в нем, как реки в океане. Вестминстер и Сити составляют две главные части его. В первом живут по большей части свободные и достаточные люди. А в последнем купцы, работники, матросы. Тут река с великолепными своими мостами, тут биржа, улицы теснее и везде множество народу. Речь идет об урбанизации, резком росте городов и численности городов и населения городов. Г. Мы переделывали все машины в Корнуэле, кроме одной. А также немало и в других частях Англии. Однако богатства все-таки не текут к нам, как можно было бы подумать, глядя со стороны. Расходы по ведению дела неизбежно громадны и до сих пор поглощали почти все наши барыши. Но мы надеемся при постоянном внимании и увеличении числа наших машин, скоро поправить свои дела. Речь идет об индустриализации. Явление индустриализации. Когда количество машин резко начинало увеличиваться. И те, кто их производили, хоть и имели очень большие расходы, но все-таки доходов имели больше. Д. Два королевства должны к 1 мая следующего года объединиться в одно. Символы же государства должны быть такими, какими ее королевское величество посчитает подходящими. Эти символы должны использоваться на всех флагах и штандартах, как сухопутных, так и морских. Речь идет об унии между Шотландией и Англией. То есть об образовании государства Великобритания в 18 веке. Далее пятый вопрос. Подготовьте развернутый ответ по теме промышленный переворот в Англии. Составьте план. По сути дела вам надо готовить не развернутый ответ, а в первую очередь составить план этого развернутого ответа. То есть вначале можно упомянуть, то есть поставить первым пунктом плана саму по себе Англию и ее парламент. Затем начинать рассказывать об экономике. То есть упомянуть огораживание и то, что основу экономики Англии в 18 веке составляло производство шерстяных тканей, ну и внешняя торговля. Собственно говоря, именно из шерстяных тканей вырастает производство машин. Поскольку требовалось увеличить эффективность производства тканей, появились первые механические ткацкие и предельные станки, которые увеличили эффективность. Отсюда возник спрос на сталь и началась постепенно индустриализация. 6. Что из перечисленного является характеристикой значимого изменения в хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни Англии к концу 18 века по сравнению с началом столетия? А. Предоставление избирательных прав большинству взрослого мужского населения. Ну, во-первых, это произошло не в 18 веке. Разорение множества ремесленников. А вот это действительно произошло. В. Распространение атеизма. Оно произошло только в 20 веке и далеко не сразу. Г. Расширение королевских полномочий в управлении страной. А вот это вообще близко не было. Рост благотворительности. Совершенно верно. Действительно, в 18 веке в Англии произошел резкий рост благотворительности. Е. Рост промышленного производства. То же самое. Рост промышленного производства. То есть наиболее верный ответ это Д и Е. Они действительно очень ярко проявились. В начале 17 века практически ничего не было. А к концу 18 века мы видим колоссальный рост и благотворительности, и промышленного производства. 7. Напишите небольшое сочинение. Ну, я не знаю, нормальный учитель подобный бред просто не будет задавать. Далее сформулируйте ответ на главный вопрос главы. Почему начался переход от традиционного общества к индустриальному? Здесь надо отдать Англии должное. У нее сложилась совершенно уникальная ситуация, которая была не свойственна другим странам. Англия сама по себе это очень небольшое государство, расположенное на острове. Причем государство очень небольшое. А населения там все-таки было довольно-таки много. Поэтому там была проблема, куда девать людей. Почему, например, проиндустриализация не началась в России? Да потому что в России людей было мало, а земли было много. Не было абсолютно никакой проблемы увеличивать эффективность производства. Просто не было такой необходимости. Всегда можно было просто распахать новое поле или сделать новую шахту. В Англии такой проблемы отсутствовала. Она была совершенно другой. Там нужно было куда-то девать огромное количество людей. Отсюда возникла необходимость в увеличении объемов производства, чтобы как-то прокормить, собственно говоря, этих самых людей. Вот отсюда и начался переход от традиционного общества к индустриальному. Просто сложилась такая ситуация, что это стало реально, эффективно и выгодно. Вот и начался переход. Далее ресурсы к голове. Прочитайте отрывок из работы историка Броделя «Время мира» и ответьте на вопросы. Хлопковая революция в Англии, а затем очень скоро и в Европе, в действительности была поначалу подражанием, потом реваншем, ликвидацией отставания от индийской промышленности и обгоном последней. Речь шла о том, чтобы делать так же хорошо и менее дорого. Менее дорого это было возможно только с помощью машин, которая одна способна составить конкуренцию индийскому ремесленнику. Однако успех пришел не сразу. Пришлось дождаться машин Аркрейта и Кромптона, которые появились только к концу уже 18 века, чтобы получить хлопковую нить, одновременно тонкую и прочную, наподобие индийской пряжи, и такую, чтобы ее можно было использовать для ткани целиком из хлопка. Вопросы. Что автор считает главным фактором, способствующим механизации английской хлопчатобумажной промышленности? Желание делать ткань такую же качественную, как в Индии, но при этом более дешевую. Дело в том, что индийские хлопчатобумажные ткани были очень дорогими на тот момент, шерстяные были намного дешевле, и естественно, что очень многие производители мечтали производить на своей территории эти самые индийские хлопчатобумажные ткани, чтобы зарабатывать как можно больше. Далее. Какие механические изобретения определили успех хлопчатобумажного производства в Англии? Это механические ткацкие и предельные станки, которые могли работать с хлопком. Далее второе. Рассмотрите график. Когда начался стремительный прирост населения? Как вы думаете, с чем это было связано? На графике очень четко видно, что где-то с 16 по 17 век, и даже по 18 век, население в целом, если и росло, то очень медленно. Но обратите внимание на 1751 год. Вот именно где-то в этом моменте начался рост населения. Поскольку мы видим, что с 1681 по 1751 население, если и росло, то очень медленно. Но с 1751 по 1791, по сути, всего лишь за 40 лет, население разом выросло на 2 миллиона человек. Это очень большие цифры. То есть население выросло на треть в одной только Англии. А к 1811 году население буквально удвоилось в этой самой Англии. И здесь мы видим как раз таки индустриальную революцию. То есть появилась возможность большому количеству людей найти хоть какую-то работу и получать за свою работу какую-то оплату, которая позволяла хоть как-то, но все-таки прокормить свою семью. Ситуация начала улучшаться. То есть, по сути, мы видим полноценное начало индустриальной революции, которая была сразу же связана еще и с ростом населения. Прочитайте отрывок из книги историка Тревельяна и ответьте на вопросы. Среди промышленных рабочих Нотингемшира, Йоркшира, Ланкашира периодически возникала безработица, снижалась заработная плата, рабочие голодали, что частично вызывалось введением новых машин. Людиты начали систематически и планомерно разрушать станки. Людиты требовали путем законной подачи петиции в парламент, чтобы вступили в силу старые, но еще не отмененные законы. Некоторые из них были введены еще во времена правления Елизаветы о справедливом регулировании государством размера заработной платы и продолжительности рабочего дня, что было причиной конфликтов между нанимателями и рабочими. Как автор объясняет возникновение движения лудитов? Он объясняет это наличием как раз-таки больших проблем в рабочем движении, поскольку законы никак не регулировали как раз-таки пролетариат обычных рабочих. Дело в том, что раньше рабочих попросту не было. Не было рабочих, не было законов, которые могли бы как-то обеспечивать их права. То есть, если законы о крестьянах, законы о торговцах, законы о ремесленниках какие-то были, то вот закона о рабочих попросту не было. Не было самих рабочих раньше. Вот такая вот специфика. Поэтому здесь и начинает появляться движение лудитов. В чем заключались требования лудитов? Они требовали, по сути дела, заботы о рабочих изменении рабочего законодательства и появлении самого по себе этого самого рабочего законодательства, которое бы полноценно защищало интересы рабочих. Но при этом добивались лудиты внимания к себе порой очень незаконными требованиями. Четвертое. Изучите данные таблицы. Какую закономерность она отражает? Ну, здесь в этой таблице, конечно, очень показательно. Обратите внимание, что здесь перечислено большое количество изобретателей, которые действительно изобрели очень важные для индустриализации вещи и оборудования. Но обратите внимание, никто из них на своих изобретениях ничего не заработал. Очень многие, наоборот, потеряли буквально многое из того, что имели. И оказались буквально в полной нищете. Хотя странно. Сейчас у нас бытует везде мнение, что изобретатель, как правило, человек достаточно состоятельный. Как же так получилось? Ну, вот так вот, собственно говоря, получилось, что далеко не всегда изобретатель ухитряется получить реальную прибыль от своих, собственно говоря, изобретениях. И здесь мы видим, что постепенно, уже к концу 18 века, уже начали выплачивать, государство начало выплачивать изобретателям определенные премии, просто чтобы хоть как-то сказать этим изобретателям спасибо за их изобретение. Причем, обратите внимание, что выплачивать начали весьма и весьма серьезные премии. 5000 фунтов на начало 19 века – это как 5 миллионов долларов в настоящий момент. Это деньги, на которые можно было прожить и достаточно неплохо, буквально всю старость. Но, как видите, далеко не сразу и далеко не все изобретатели смогли получить хоть какое-то признание. Прочитайте отрывок из документа, ответьте на вопросы. С середины 18 века мануфактуры постепенно уступают место промышленному производству. Наличие свободного труда удешевило массовое товарное производство, что повлияло на возможности расширения производства продукции для армии и флота. Рост доходов позволил увеличить денежные сборы в бюджеты государств. Стало возможным вооружить и подготовить большее количество новобранцев и численность регулярной армии довести до более чем полумиллиона человек. Важным шагом навстречу промышленникам стала унификация калибров как ружей, так и артиллерии. Расширялось цеховое производство ручного огнестрельного оружия, артиллерии, боеприпасов и взрывчатых веществ. Отдельные цеха превращались в фабрики. Все большее значение для военного искусства приобретало внедрение в военного дела гражданских технических изобретений. Вопросы. Как связан промышленный переворот с изменением в военном деле? Раньше военное дело было очень дорогим. Вооружить, хорошо вооружить, одеть, обуть и оснастить солдата было вообще-то очень дорогим делом. И очень немногие могли себе позволить такой объем вооружений. Только очень богатые страны могли себе это позволить. Но промышленная революция и унификация, например, калибров, то есть когда все пистолеты и ружья стали делаться строго по единым калибрам, позволили существенно удешевить производство. И начать вооружать оружием уже гораздо большее количество людей. Там, где раньше, по сути дела, король мог вооружить 10 тысяч человек, теперь можно было спокойно вооружить 100 тысяч. Армии стали существенно расти в своем объеме. Подготовьте небольшое сообщение о новинках в вооружении в 18 веке. В 18 веке в целом еще оружие такого колоссального развития не получило. Еще не было такого скорострельного оружия. Еще были достаточно простые дульнозарядные винтовки. Вернее, даже не винтовки, а ружья. Именно ружья. Их могли называть фузеи и так далее. Но и тем не менее, это все еще было достаточно примитивное оружие. Хоть и полноценно пороховое. Это только в 19 веке начали появляться винтовки современного типа с современными патронами. И хотя револьверы, некоторые первые револьверы, появились еще в 16 веке, полноценно стали приходить револьверы в армию только в 19 веке. Поэтому сказать, что в 18 веке стали появляться какие-то серьезные новинки в вооружении нельзя. Но при этом количество оружия стало расти в гораздо большем объеме. К 18 веку уже появилась возможность вооружать буквально чуть ли не миллионные армии. И это стало уже очень показательным. К тому же, постепенно стали переходить с меди и бронзы на использование железа и чугуна. То есть, вот это уже действительно было серьезной новинкой. Железо все-таки куда более прочное, чем бронза. Но при этом плавить железо тоже намного сложнее. Поэтому здесь к 18 веку появились уже железные орудия, железные ружья. И они все-таки были более прочными. Их стало гораздо больше. Вот что можно сказать о новинках в вооружении.